Девочка-пай Девочка-пай Аллилуйя Для меня держи, дорога Смерть не смогла сдержать Ты наш воскрешится Аллилуйя Ты наш воскрешится Аллилуйя Ты победу поддержал Аллилуйя 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 Ты наш воскрешится Аллилуйя Аллилуйя Вся слава Господу Давайте позадимим Большую славу Церковь Воскресенье Аллилуйя 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 Боже, мы благодарим Тебя в этот вечер За Твою благость За Твою доброту И никто не добр так, как Ты, добрый Господь В нам И Ты многократно Подтверждал эту доброту Являл в нашей жизни Давал нам видеть ее, Господь Растирал Твою благость в нам, Господь И мы видели, как Ты добрый Как Ты любишь нас Твою благословляющую Благоденствующую руку на нас, Боже Благодарю Тебя, Отец, сегодня За каждого брата За каждую сестру Которые приехали на это служение И пришли Чтобы разделить с нами радость, Господь Чтобы поклониться Тебе Чтобы воздать славу Тебе Чтобы прославить Твое имя, Отец Благодарю Тебя, Боже, за Сына Твоего, Иисуса Который висел даже на кресте, Господь Его руки были простерты, Господь Его тело было распято, Боже Он взывал к Тебе в Своей скорби Когда Вознес наш грех на кресте, Отец Умер за нас, Боже И через это, через ее смерть Погребение и воскресенье, Боже Ты даровал нам жизнь и дал нам, Господь Зараспяться Христу, Боже В Его смерти, погребение и воскресенье, Боже Мы сегодня во Христе посажены на Песах, Отец И, Господь, мы благодарим Тебя, Боже За все, кем мы влюбляемся во Христе И, кем ты едаешься в нас через Христа Спасибо Тебе, Господь Мы воздаем тебе всю славу Я прошу Тебя, Отец Благослови наши семинары сегодня и завтра Чтобы они стали благословением Божьим Для каждого из нас Чтобы мы получили обильное, Господь Наставление С Твоего Слова Чтобы это семя было бассейно И, Господь, сошло и принесло плод Я прошу Тебя, пусть Дух Твой Святой И, Господь, двигается здесь Он учась на Божьем Совершает свою работу И касается нашим жизням И изменяя наши жизни За все Тебя слава Венитеси, могущий Господь Мы молимся во имя Сына Боего, Иисуса Христа Весь народ Божий расскажет Аминь Слава Богу Я рад всех вас приветствовать, друзья, в этот вечер Слава Богу, что вы сегодня с нами здесь И я верю, что Господь будет говорить нам Все, как Его Слово будет сеяться в нашей жизни Мы знаем, что Его Слово это семя, а Иисус это сеет И мы это собрали, чтобы Его Семя обидно сеялась в нашу жизнь Слава Богу И для меня огромная радость, что сегодня наш пастор здесь Вместе с нами, чтобы раздавить с нами эту радость Поэтому давайте сегодня поприветствуем Вместе со мной И послушаем Дайте хорошие аплодисменты Богу Аминь 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 Приветствую Вас Здорово снова вы здесь, в России, с Вами Пастор Маулин также передает Вам привет и свою любовь Она не очень счастлива, что я здесь, а ее и бездет с вами, она раздала, что я ее бросил, потому что она очень любит вас и очень нравится быть с вами. Присаживайтесь. У нас было замечательное время, когда пастор Саша и Ира приезжали к нам в штаты. Я думал, вы уже в курсе, что ни одной коровы не осталось в Северной Королеи, потому что пастор Саша так много стейков снял в этом мире. У нас было замечательное время. Людям в нашей церкви так сильно понравилось, как служили пастор и Ира. И мы ждем, когда они снова приедут к нам. И так замечательно, что у нас в качестве члена церкви есть русского члена церкви, есть Виктория. И замечательно видеть ее родителей здесь сегодня. Виктория всегда улыбается, всегда веселая. Она постоянно приводит новых людей к нам в церковь. За последние три месяца через нее Бог привел восемь человек, которые остались в церкви. Она действительно очень старается. Знаете, ее очень легко дразнить. Потому что неважно, что ты ей скажешь, она будет смеяться. А сейчас с ней также в церковь ходит ее русский друг, Макс. И он мне так нравится, он такой русский. И для него все новое сейчас. Он никогда не был в церкви, как у нас. И он вот такими большими глазами на все смотрит. Он задает очень много вопросов. И так здорово, когда больше и больше русских приходит к нам в церковь. Да? Матфея, шестая глава. Мы прочитаем одно писание. Шестая глава, десятый стих. И так, знаете, сейчас это очень такое радостное время в году. Вы знаете, что изначально Бог установил времена, и эти времена в еврейском календаре. Знаете, годы назад этот календарь поменялся. И сейчас у нас Новый год начинается с января. Но в еврейском календаре, по еврейскому календарю, год начинается с конца сентября. И чем больше мы понимаем о еврейском календаре, там так много картин для нас рисуется. Итак, сейчас, вот в еврейском сезоне, это начало Нового года. Это то время, когда Бог создал, сотворил землю. И тем самым, в начале этого года мы вспоминаем все величие Божье. Итак, Иисус здесь, в Матфея, дает образец молитвы. Конечно, вы знаете, да, Отец наш Небесный. Вы знаете, дословный перевод говорит «Наш Отец, Который везде». Не только на Небесах. Он здесь, прямо сейчас. Нам не нужно отправляться на Небеса, чтобы там Его искать. И вот о чем говорил Иисус. Отец наш, Который везде. То есть, тем самым, мы возвеличиваем Его имя. Мы поклоняемся Ему, все поклонение отдаем Ему. И затем Иисус начинает говорить о Царстве Божьем. И о том, как Он хочет, чтобы Царство Божье на земле, и также воля Божьей на земле исполнилась. Здесь, на земле, так же, как и на небе. Вы знаете, очень много христиан годами проповедовали о разделении. То есть, небеса где-то там, наверху, а мы вот здесь, внизу. Но Иисус говорит «Нет, все не так». Его Царство здесь, на земле, присутствует точно так же, как и на небе. И воля Божья исполняется здесь, на земле, точно так же, как и на небе. Враг врет нам, лжет о том, что вот есть такое разделение между небесами и землей. И этот год это год, в который Бог хочет, чтобы мы начали понимать, что мы воскресли со Христом. Мы восседаем с Ним на небесах. Мы благословлены каждым духовным благословением. И мы с Ним на небесах во Христе Иисусе. Он готовит нам место. И это место в Духе Святом. И все благословения Божьи принадлежат нам. И мы восседаем с Ним. Это не так, что вот мы здесь на земле, а Он там где-то далеко на небесах. Мы с Ним. Так же, как и на небе. И так же на земле. Как на небе. Точно так же и на земле. Как на небе. Точно так же и на земле. Вот в этом было сердце Иисуса. Он хотел, Он хочет, чтобы мы живем в небе, здесь на земле. Он хотел, Он хочет, чтобы мы жили на небесах, здесь будучи на земле. Наша миссия состоит в том, чтобы высвободить Небеса здесь на земле. Наша миссия в том, чтобы высвободить Его свет в тьму этого мира. Прямо сейчас здесь мы такие же, как Иисус. В еврейском календаре Этот год имеет такую картину или прообраз гвоздя или крюка. Если я хочу натянуть палатку, вам нужны будут колья, которые вбивать в землю. И этот год Бог для нас рисует определенную картину, что Он хочет, чтобы мы были вот этим вот колышком. Таким, знаете, крепким, безопасным, надежным. Чтобы Его палатка становилась все больше и больше. И вот в Писании Например, в книге Судей 20 лет враг он завоевывал Израиль И был один лидер среди врагов Он так много евреев убивал. Но затем Бог послал пророка Девору И она начала пророчествовать победу на израильский народ. И она стала судьей и предводителем Израиля. И она сказала лидерам армии, военачальникам Она сказала, Бог даст нам победу. 20 лет И когда они переходили в 21 год Она сказала, у нас будет победа И наши враги будут поражены. Вы знаете, военачальники не были в этом на 100% уверены. И этот военачальник, он сказал, что я не пойду на битву, пока ты со мной не пойдешь. Она сказала, хорошо, я пойду. И Бог придаст в наши руки победу. Но не через тебя Потому что ты боишься. Бог освободит нас через женщину. Вы знаете, для еврея, для мужчины еврея это очень обидно. И этот генерал, представьте себе, военачальник говорит, да не бывать такому. У нас в армии даже женщин нет. Но Господь дал им победу. И вот лидер, военачальник врагов Он убегал И пришел к женщине к одной У нее была небольшая палатка, шатер Она не была израильтянка Она сказала, заходи Она ему дала такого, знаете, хорошего молока попить Он уснул А она взяла топор Или молоток И колышек взяла, да И пока он спал Она этот колышек ему к виску приставила Взяла молоток И ударила его Она его убила Она проломила ему череп Она стучала, стучала и стучала Пока полностью его череп не превратился в кашу Она убила его Колышком Почему вы так скукожились? У вас есть картина Вам показали картину Вот что Бог хочет сделать в этом году с твоими врагами Он хочет, чтобы ты стал этим колышком Чтобы он мог поразить врага в самую голову Бог сделал это через женщину Они написаны в Библии теперь Ее имя Иаэль Иаэль, может быть, ну что-то Почитайте потом И говорится, что она благословение всех женщин Которые были Она не была даже еврейкой Но Бог сказал, что она самая благословенная среди женщин Потому что она убила врага, поразив его в голову Не важно, кем ты себя считаешь Не важно, насколько слабым ты себя видишь Или насколько ограниченным ты себя видишь Бог хочет в этом году использовать тебя Чтобы поразить врага в самую голову Он хочет, чтобы ты стал его колышком Чтобы поразить врага в самую голову Неважно, что происходит в твоей жизни Что пытается сломить тебя Он дает тебе смелость и власть Чтобы разрушить всякую атаку врага Знаете, для этой женщины потребовалась Очень большая смелость Чтобы сделать то, что она сделала А представьте, если бы он проснулся в этот момент И он бы ее просто убил Но он давал ему такое, знаете, молоко, как йогурт Знаете, он так в глубокий сон такой погрузился И затем она взяла этот колыш Раз, два, три И враг был повержен И вот эту картину В этой картине Бог видит вас в этом году В книге Ездры Снова Израиль был завоеван врагами И многие израильтяне, они повернулись к лжебокам Но пророк Ездра Он был также священником И он дал слово Израилю И он сказал, что Бог даст нам пробуждение Даже посреди нашего бунта И он сказал, что Бог даст нам Вот этот вот надежный колышек В его святом месте Подумайте о святом месте Божьем Святое место Там, где Бог обитает Там его святость Там его сила Там его благость, его милость И Ездра говорит, что Бог нас, как колышек, воткнет в этом святом месте Чтобы мы были в безопасности Чтобы мы были восстановлены Чтобы мы получили обновление И это еще одна картина для этого года Это год восстановления Это год, когда Бог будет нас заново отстраивать Это год, когда все, что враг украл, все это вернется Кто-нибудь скажите амэн И Бог, Он уверен в этой победе Он даст эту победу Он поместит нас в свое святое место И не важно, где ты сейчас Мы на самом деле в святом месте Божьем Мы с Ним Когда тьма пытается нас атаковать Ей просто придется исчезнуть Потому что Он сохранит нас Как вот этот колышек в святом месте Мы снова сможем отстроить стены Мы снова сможем отстроить Его скинию Чтобы люди могли видеть Его славу и Его силу Вот такую картину Бог рисует нам сегодня в этом году Вы видите себя в этом месте, в этой картине Израиль на тот момент был в плохом положении Но Езра сказал, что по благодати Божьей вот это произойдет Бог это сделает для нас Даже если мы этого не заслуживаем Бог это сделает В 22 главе книги Исаии Есть лидер Его звали Шевна У него были ключи от сокровищницы У него были ключи от банка И он начал для себя строить гробницу И когда он умер Люди могли бы тогда сказать О, смотри, он похоронен прям как царь Но Бог говорит пророку И говорит, иди и скажи ему Я заберу твой колышек Кто ты такой, чтобы строить самому себе имя? Ты сам себя пытаешься превознести И Бог сказал, я заберу это у тебя И я подниму Елиакима И я ему отдам ключи Он будет открывать и закрывать И я сделаю его как этот колышек И снова Бог использует эту картину Что он поднимет Елиакима И он будет хранить его Как этот колышек во святом месте И он даст ему ключи От власти От авторитета И то, что он будет открывать Никто не сможет закрыть И то, что он закроет Никто не сможет открыть То же самое в Откровении 3 главе Когда говорится о ключах Давида Это картина Это прообраз этого года Это вот число 6 Бог хочет поднять тебя Люди, которые пытаются сами себя продвинуть Вот их Бог опустит вниз А люди, которые даже не ожидают чего-то большого Вот их Бог поднимет И Бог сохранит их Сделает их в безопасности И даст им ключи от власти От авторитета Чтобы ты мог открывать двери Чтобы ты мог закрывать двери Некоторые двери вам нужно закрывать Если враг пытается подобраться к тебе Просто закрой дверь Для него Но храни дверь открытой Для силы Божьей Вот что Бог хочет делать в этом году Итак, Бог дал одежду Елиакиму И он дал ему особенный пояс Который представлял власть Или авторитет И он сказал, что он будет отцом Это отношение Не просто царь или правитель Но это отец В этом году Бог хочет работать с отношениями В отношениях Уже не будет просто какая-то структура Потому что мы знаем друг друга Но пасторы станут отцами Потому что они знают свою семью И вот что Бог Вот это утверждает Бог в этом году И он говорит, я сохраню его Я его вобью как колышек В потаенном месте В сокрытом месте Нам нужно чувствовать безопасность И нам нужно знать, кто мы во Христе Может быть иногда ты думаешь Господи, ну где же ты? Ты чувствуешь себя потерянным Ты, может быть, чувствуешь страх Несколько лет назад Когда я приехал в Россию Наш секретарь совершил ошибку И у меня не было религиозной визы У меня была только туристическая виза И когда я приехал во Владивосток Меня забрали в личную комнату И сказали, что я неправ И один из таможенников Прямо вот здесь вот Его нос практически касался моего носа Он кричал на меня Ты неправ, ты неправильно сделал Ты не можешь в нашу страну приезжать Я сказал, да, вы правы Вы знаете, в тот момент Я не чувствовал себя в безопасности И я не чувствовал, что Я с Богом Я думал, что меня в тюрьму в русскую посадят И знаете, и мне золотые зубы Вставят татуировки, нарисуют на мне И вот час прошел И потом они ушли И оставили меня одного И потом они вернулись И сказали, хорошо, мы позволим тебе Но больше так не ошибайся Я сказал, да, я больше так не буду ошибаться И я помню, что в первый вечер Я даже проповедовать не мог Я только свидетельствовал Но на следующий день Я уже мог проповедовать И на первом ряду была женщина Я даже не знал, что она из правительства Из администрации И когда я проповедовал Я прямо перед ней встал И сказал ей, у тебя три ребенка И вот, что произойдет в твоей жизни Происходит в твоей жизни Я посмотрел на пастора Сашу А он так мне Я даже не понял, почему А потом он мне говорит, она с администрации Она ушла со служения И потом она в обед принесла мне мой паспорт И сказала, если Бог говорит к тебе о моих детях То он Бог Иногда мы проходим через определенные ситуации в нашей жизни Где мы не чувствуем себя в безопасности Нам страшно Иногда потому, что мы сами ошибаемся Мы сами себя в такую ситуацию поместили Но Бог всегда это обращает в свою славу и победу Потому что только в нем мы можем быть в безопасности И в этом году Бог хочет делать именно эту вещь Это год, когда ты поднимешься Это год, когда ты будешь в безопасности в Его святом месте Это год, когда тебе пора взять ключи Чтобы открывать двери, закрывать двери Наблюдайте в этом году Несколько, пару недель назад я проповедовал об этом в своей церкви И я сказал им, смотрите Будут лидеры, которые будут падать И вот один из основных лидеров в нашем правительстве После того, как я проповедовал Он оставил свой пост, видимо Бог убирает людей Чтобы Он мог поднять других людей Наблюдайте, как это происходит по всему миру Бог поднимает Свою церковь Он поднимает тебя И дает тебе власть и силу Мы будем сталкиваться с определенными кризисами Мы будем встречать какие-то страшные времена Так же, как Иосиф Но Бог всегда был с Иосифом И Бог привел Его в победу Потому что в Нем Он был в безопасности Потому что Бог наша безопасность Исайя 54 глава В 54 главе Висайи говорится, что неплодное будет рождать Для женщины быть бесплодной Это значило, что ты в проклятии И женщина в проклятии Она бы точно не стала петь Она взывала бы к Богу Дай мне ребенка Пожалуйста, открой мое чрево На протяжении всей Библии Вы видите, как женщины Они взывают к Богу Дай мне ребенка И Бог отвечал Сара Другие женщины по всему Писанию Но здесь Иосиф Говорит, что времена меняются Больше не взывай Начни петь Пусть это будет просто клич такой победы Пой о величии Божьем Женщины, которые не могут родить Пойте Женщины, которые чувствуют себя отверженными Если у вас нет надежды Может быть, вы думаете, что у вас ничего не осталось Не плачьте Богу Не взывайте Пойте Ему Пойте с радостью Пойте с благодарностью Потому что у тебя будет больше детей Чем у любой другой женщины И в этой же главе В Исаии 54 И Бог говорит Настало время для тебя Чтобы расширить место шатра твоего Тебе нужно веревки подлиннее теперь И тебе нужно укрепить вот эти вот колышки И опять же здесь используется это число 6 Пускай эти колышки будут крепкими Чтобы твоя палатка могла стать шире Намного шире То есть, другими словами Бог говорит Приготовься У тебя будет много детей Пасторы Послушайте Это год Когда вам нужно расширить свою палатку Не жди, пока люди придут Сейчас уже начинай расширять свою палатку И готовься к тому, что люди придут Начни петь Начни видеть, как они приходят Начни провозглашать, что новые люди приходят Все, уже прошло наше неплодное время Бог размножит нас Он увеличит нас Это Исаия 54 А Исаия 53 В кого ты веришь? Кто поверит слышанному? Ты поверишь тому, что ты услышал от врага? Врага, который говорит Ты не будешь благословенным Ты никогда не вырастешь Или ты поверишь тому, что услышал от Господа И Исаия 53 Там говорится о том, как Иисус умрет на кресте И воскреснет опять Вот почему в 54 главе Исаия говорит Бой! Потому что наш Мессия воскрес И мы воскресли вместе с Ним И Иисус восседает В небесах А мы посажены вместе с Ним И поэтому мы поем Мы поем В небесах Вокруг трона Там постоянно поют для Бога Ваша хвала Это провозглашение вашей победы Когда ты смотришь на свой банковский счет И там может быть не так много денег Пой Пой И готовься к тому, что ты будешь покупать новые вещи И приготовься к тому, что ты сможешь давать больше Пой И расширяйся Это все зависит от твоего отношения Когда мы читаем 54 главу Он говорит Он говорит Воскликни То есть закричи Но это крик хвалы Крик прославления Это не крик такой Господи, ну помоги Помоги мне Но это крик Бог, ты великий Ты достоин похвалы И мы кричим эту хвалу для Бога И мы радуемся в Боге И потом он говорит Что придет умножение Или расширение 54 глава 17 стих Я не слышу, что вы Чтобы вы шелестели страничками Исайя 54, 17 Знаете, когда ты в церкви Ты сразу знаешь Да, у кого бумажная Библия Слышно, да, как странички шуршат А сейчас у людей все электронные А мне нравится страницы перелистывать Итак, стих 17 Ни одно орудие, сделанное против тебя Не будет успешно Амин Ни одно орудие, сделанное против тебя Не будет успешно И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде Ты обвинишь Неважно, с какими словами враг попытается тебя атаковать Может быть, ты неудачник Ты недостоин Ты обвинишь эти слова Как? Говоря то, кем ты являешься во Христе Вот это наше наследие Это наше наследство Что ничто, что выходит против нас, не будет успешно Ничто, что бы не использовал враг против тебя Это не будет успешным Если ты поешь Если ты расширяешь свой шатер Если ты укрепляешь свои колышки Построй больший шатер для Бога Построй для него большее место, где он мог бы обитать Пускай твой дом станет еще большим местом для Бога Не ограничивай его Не ограничивай его Расширь свой шатер Расширь свой шатер Увеличь присутствие Божьего в твоей жизни Потому что ты его колышек И ничто, вышедшее против тебя, не будет успешным Ты будешь смеяться над этим И все, что выйдет против тебя, просто развернется и убежит обратно Это наше наследие Давайте мы книгу Захарии посмотрим Десятая глава Я быстрее нашла Захария Десятая глава Первый стих У вас было наводнение в этом году, да? Да Это знамение Первый стих, смотрите Просите у Господа дождя Во время благопотребное Господь блеснет молнию И даст вам обильный дождь Каждому злак на поле Я думаю, два воскресенья назад Был праздник, праздник Кущ Это время, знаете, радости Они оставляют свои шатры Они живут, наоборот, простите, в шатрах, чтобы воспоминания О том времени, когда они вышли из Египта Они берут ветки деревьев, они танцуют, празднуют И знаете, в нашей церкви мы тоже устроили такой праздник великий И вот во время, когда люди приходили, приносили пожертвования Бог благословлял И я говорил о том, что знамением Божьего благословения будет дождь Поздний дождь, который придет Вы знаете, поздний дождь, когда приходил, он делал траву еще зеленее И плоды еще более такими сочными И Захария говорит, когда вы увидите этот поздний дождь Просите дождя Вы увидите это, но просите больше Пускай еще больше поздний дождя Пусть придет дождь Пусть дождь придет Потому что, когда идет дождь Это знамение того, что небеса открыты Песня, да, дождь придет, дождь придет Открыты небеса над нами Мы немножко поменяли слова в этой песне Пусть придет дождь, пусть придет дождь Уже открыты над нами небеса Это знамение У вас было наводнение Две недели назад Мы провозгласили эти благословения И две недели в нашем городе шел дождь Вы знаете, Южную Каролину, вот соседний штат Просто ужасно затопило Это знамение Божьего благословения Для каждого злак на поле будет Третий стих Бог говорит, что он посетит свое стадо Он посетит дом Иуды И он сделает их, знаете, для битвы приготовит как коня И из него, из Иуды, будет краеугольный камень Из него будет гвоздь Лук для брани Из него произойдут все народоправители Пятый стих И они будут как герои Попирающие врагов на войне Как уличную грязь Они будут сражаться, потому что Господь с ними И посрамят всадников на конях Я укреплю дом Иудин И спасу дом Иосифов Бог снова рисует нам картину И он говорит об Иуде и об Иосифе И когда мы видим, что дождь начинается Это знамение Божьего восстановления Иуда — это хвала Пой Иуда значит хвала Бог восседает среди нашей хвалы И он снова здесь говорит об этих колышках или гвоздях И из Иуды все это происходит Из нашей хвалы Во время нашей хвалы мы становимся воинами Хвала заставила стены Иерихона упасть Именно хвалу использовал Иосифат, чтобы поразить врага И Захарий здесь говорит, когда вы увидите дождь Просите еще больше дождя И вы увидите, как духовные благословения будут приходить И еще больше просите Божьих благословений Потому что Бог хочет, чтобы ты рос Чтобы твои поля стали плодоносными Он хочет укрепить твою хвалу Он дал Иосифу сны, он исполнил эти сны Это человек веры Который преодолел все трудности И Бог поставил его на такую высокую позицию Это картина От Иуды Из нашей хвалы И происходят эти колышки или гвозди Этот колышек, вот именно он держит палатку Вы видите эту картину? Если у вас не будет колышков Если у вас будут только тоненькие палочки И когда ветер вдруг начнет Палатку просто сдует Но если у вас будут колья, прям сильные такие То тогда ветер не сможет сдуть вашу палатку И Бог говорит, в этом году вы будете моими колышками Чтобы я мог просто расширить свое присутствие на этой земле И я отправлю вас как воинов на улицы И вы будете попирать ногами врага Так же, как Иисус говорил, что вы наступите на скорпиона и на змей И враг не сможет вам навредить Все обетования Божьи Об этих колышках Это прообразы для нас, для этого года Давайте посмотрим Колоссянам Вторая глава Вторая глава Насколько большой ты хочешь видеть свой шатер? Ты должен стать крепким, сильным колышком Ты должен на сто процентов быть уверенным в том, кто ты во Христе Ты должен знать, ты должен осознавать, кто ты во Христе Вторая глава, одиннадцатый стих В нем В Иисусе Вы обрезаны Но это обрезание было сделано не руками Но это совлечение греховного тела плоти Знаете, мы не грешники Мы святые Знаете, Павел не писал это грешникам Он-то писал святым Мы — новое творение Это то, кто мы есть То есть от нас была отрезана вот эта вот плоть греховная И даже если ты ошибаешься Когда ты грешишь Когда ты поешь Богу, ты тут же поворачиваешься к Богу И этот грех, он смывается с тебя Вот о чем Павел говорит Тебе не нужно постоянно с собой носить это в ветхую природу, в ветхую натуру Это ложь дьявола Она уже отрезана от тебя Увидите эту картину Двенадцатый стих Еще одна картина для нас Мы были погребены с Ним в крещении Вот эта старая плоть Она там, в могиле была погребена Не надо ее откапывать постоянно Она в могиле Не надо, знаете, идти и поклоняться ей на коленях Это в могиле Оно похоронено И также вы с Ним воскресли Через веру в силу Бога, который воскресил Его из мертвых Вы воскресли Вот эта ветхая природа там похоронена Она отрезана от нас А вы воскресли Это год, когда Бог хочет, чтобы ты увидел картину того, как ты воскресаешь Ты воскрес Ты воскрес вместе с Ним И это год, когда Бог тебя воскресит Даст тебе власть Даст тебе ключи И это сделано благодаря Божьей благодати Через Его благодать Тринадцатый стих Вы были мертвы в грехах И вне обрезания плоти вашей Но Он оживил Вместе с Ним Простив нам все грехи Он оживил нас Мы уже не мертвы Мы живые Когда ты чувствуешь себя мертвым Говори сам себе Я живой Я живой в Нем Когда ты говоришь это, то вот это чувство мертвого тела просто уйдет Потому что Он оживил нас Он оживил Он не просто сказал тебе, что ты живой Он сделал тебя Живым Как новое творение Ты оживлен Ты не мертвый Не наполовину мертвый, наполовину живой Не грешник, который спасен по благодати Ты новое творение Ты новое творение Ты оживлен Спасибо 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 Он оживил тебя И Он простил все грехи Он простил их все А почему ты тогда их помнишь? Потому что враг хочет, чтобы ты помнил свои грехи Чтобы ты чувствовал себя мертвым Просто забудь все свои грехи Помни то, что ты живой 14 стих Истребив Все рукописание То, что было против нас записано Приходит враг И у Него целые страницы Исписаны твоими грехами И знаете, Он много-много пишет И Он прямо перед тобой Кладет эту книгу Он даже посреди ночи Готов тебя будить и напоминать тебе Все, что ты сделал когда-то А Иисус говорит Он истребил все это Знаете, как удалить кнопочка А ты смотришь Ой, нет ничего Уже ничего не осталось Он все это удалил Этого больше не существует Господи, 20 лет назад я согрешил Бог говорит О чем ты вообще? В моей книге ничего про это не написано Этого нет в Божьей книге Господь, ну я же это сделал И меня это беспокоит до сих пор Бог говорит А я не могу ничего про это найти Там нет в моей книге ничего Я все это удалил Стер Против тебя ничего нет Враг использует наши неудачи против нас Если Бог за нас То что может быть против нас? Павел говорит Бог за нас Все твои грехи Все твои неудачи Он берет И он убирает просто Стирает Смотрите Грех О, извините О Бог приходит и делает вот так вот Он вытирает Он убирает это полностью Этого уже не существует Он истребил это Он вообще это отнял Он уже по-своему теперь все делает Он не хочет, чтобы ты теперь спотыкался Он с твоего пути все убирает Уже на твоем пути Ничего этого нет Уже нет этого в твоем будущем Этого там нет Он все это Он расчистил тебе путь Он расчистил тебе путь Ох, что тут на моем пути? А Бог вот так делает Просто убирает и все И ты можешь свободно идти И ничто не ограничивает тебя Он все убирает с твоего пути Я недостаточно хорош Я мало молюсь Я не верный Нет, 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 нет Бог все это убирает с твоего пути Он использовал женщину Чтобы раздробить череп врага Женщина, которая даже не была еврейкой Он может тебя использовать Он убирает все с твоего пути Как Он это делает? Он пригвоздил ко кресту Он пригвоздил Вот здесь используется как раз слово Гвозди, да, или колья Это было пригвождено ко кресту Все твои грехи пригвождены ко кресту Не надо идти ко кресту И, знаете, обратно это как-то Оставь это там А это уже все пригвождено Пригвождено Это уже, знаете, навечно на кресте Его смерть достаточно оплатила за твою свободу Пятнадцатый стих Он отнял силы у начальства и власти Властно подверг их позору Знаете, Он восторжествовал над ними собой Как? Тем, что Он пошел на крест И тем, что Он пригвоздил твой грех Ко кресту Он отнял силы у врага Не нужно отдавать силу врагу обратно Это год Чтобы мы жили в победе Чтобы мы жили как победители Это год трансформации, изменений Начни видеть себя во Христе Начни видеть, кто ты во Христе Не нужно видеть себя как неудачник Не нужно видеть себя как слабый человек Писание говорит, пусть слабый скажет, я силен Когда ты чувствуешь себя слабым Начинай петь, я сильный, я сильный Потому что Он пригвоздил ко кресту И Он раздробил череп врага И Он дал нам свободу Свободу, чтобы мечтать Свободу, чтобы верить Свободу, чтобы ходить в вере Свободу, чтобы верить в то, что все возможно с ним Вообще не важно, что говорит экономика Неважно, что происходит Никто не может, знаете, санкции на Божие благословения Неважно, ничто не может ограничить Божие благословения Это твое время Вот в этой трудной экономической ситуации Это твое время Чтобы жить по вере Возьми то, что у тебя есть Когда Илия пришел к вдове Она говорит, а у меня нет ничего Вот только для меня, для моего сына А он говорит, отдай это мне Это вера Поверь, сначала поверь Сначала отдай И это откроет благословение Божие для тебя Она этого не понимала Она не была верующей Она думала, что Бог вообще ее ненавидит Но она это сделала Она рискнула Она сделала шаг И каждый день в ее жизни происходили чудеса И когда ее сын даже умер Бог воскресил его Благодаря этому маленькому шагу веры Сделай сначала маленькую лепешку для пророка И знаете, вот этот ее поступок Поместил ее в Библию Она воодушевляет нас Она свидетельство для нас Да у меня нет ничего Да я умру вообще Я никто Бог вообще про меня забыл Но я сделаю небольшой шаг Одно маленькое действие А сейчас я в Библии А что в этом году о тебе будет написано? О том, что ты боялся? Что ты боялся рискнуть? Что ты боялся поверить Богу? Или о том, что ты все-таки рискнул? И Бог, знаете, как памятник для тебя создаст Вот это время Когда Он хочет, чтобы ты был в безопасности И в Его благословениях И Он это делает тогда, когда экономическая ситуация хуже некуда Спасибо Это год для тебя, чтобы начать светить Чтобы люди, глядя на тебя, спрашивали Как ты можешь так делать? Как у тебя так получается? Это Божье действие У нас есть ключи Кто из вас хоть раз пытался завести вашу машину молитвой? Или плачем Ну, пожалуйста, машинка, заведись Во имя Иисуса Ты обязана завестись Ты можешь даже поститься Но это не заведет твою машину Тебе нужен просто ключ А с ключом Тебе не нужно молиться Ты просто заводишь машину Этот год Он поднимает, Бог поднимает нас И дает нам ключи И мы уже, знаете, мы не попрошайки больше Мы не умоляем Бога что-то совершить Мы просто используем ключи Открываем двери У нас есть благословение Помазание Сила Исцеление Чудеса Чудеса и знамения У нас есть ключи У каждого из нас Вот это наш год Халлелуя Халлелуя Этот год Подумайте об этом Бог будет использовать тебя Вы знаете Даже, может быть, ты не ожидаешь Что Бог использует тебя В качестве воина Ты просто В палатке живешь Ты переходишь из места в место Но к твоей палатке Бог допускает врага Для того, чтобы ты Мог его убить Поэтому не бойся, когда враг будет Подступать к тебе Да Где мой молоток? Где мой колышек? Я прямо сейчас размажу ему череп Амин? Бог будет использовать тебя Он сохранит тебя в Своем святом месте Он поднимет тебя на высокий уровень Он даст тебе ключи от Царства И ты сможешь расширить свою территорию Ты сможешь сделать свой шатер больше Ты начнешь мечтать, как Иосиф И твои мечты будут исполняться Ты будешь ходить в святости Потому что ты знаешь, что твои грехи Пригвождены к Христу Ты будешь ходить в свободе Ты будешь ходить в Его любви Ходить в Его силе Ты в безопасности в Нем Ты крепко стоишь твердо Ты утвержден, укоренен в Нем Вот эту картину Бог тебе рисует Тебе нужно ее увидеть Ты видишь ее? Ты видишь ее? Ты видишь ее? Я ободрял своих людей в церкви Я сегодня вам шесть историй рассказал Судьи Ездра Две картины из Исаии Одна из Захарии И с Колоссяном Я сказал Возьмите эти истории В понедельник Каждой неделе Читайте судьи О этой женщине Представляй себя, как воин Представляй себя, увидь себя воином Во вторник Почитай Ездру О том, что Бог даст пробуждение Он сокрыл нас в Своем святом месте В среду Смотри Исаию 22 Как Бог поднимет тебя О том, как Он будет просто все убирать от тебя В четверг Смотри Исаии 54 Пой и расширяй место шатра твоего В пятницу читай Захарию В субботу Колоссяном Утверждай эти вещи внутри своего сердца До тех пор, пока ты не начнешь видеть себя в каждой из этих историй И ты станешь воином Будешь в безопасности Ты будешь ходить в вере У тебя будут ключи И ты будешь попирать дьявола ногами Аплодисменты Вот в это время Когда мы приносим Богу наши приношения Это подтверждение тому, что мы веряем Ему весь последующий год нашей жизни Что мы делаем этот шаг веры Мы берем этот риск Мы верим, что Бог обеспечит Он обеспечит для нас изобилие, избыток Вот почему изменился календарь Католики Они исказили все Писание И дьявол через это Это была его работа Чтобы мы не смогли увидеть те картины, которые Бог рисует для нас Но в Божьем календаре Мы сейчас в самом начале года Именно в это время Бог создал небо и землю Это время нового начала Когда ты начинаешь Принося приношения, пожертвования То есть тем самым ты говоришь на весь свой последующий год Вот почему мы ободряем людей в нашей церкви Чтобы в это время они приносили самое большое приношение в году Это как вдова, которая сказала Это все, что у меня есть Но я это отдам И ты увидишь, как чудеса начнут происходить Тем самым мы говорим, Господь, я доверяю Тебе И мы можем знать Когда мы отдаем по вере Что этот год станет годом благословения Знаете, мне нравится собирать пожертвования Потому что Божьи благословения всегда в этом присутствуют В январе моему папе исполнится 86 Я звонил ему вот перед сегодняшним служением Он сказал, Джон Там безопасно в России? Там сейчас же вот все, что происходит Вот все эти вещи Я сказал, да, это безопасно Русские люди любят нас Он сказал, ну хорошо Тогда скажи им, что я их тоже люблю Скажи, что я молюсь за них каждый день Знаете, ему нравится слышать о вас истории Два часа каждый день Он молится за вас Пока я в поездках в России Один час рано утром И один час перед сном Он молится за вас Знаете, у него не так много денег Каждый раз, когда я встречаюсь с ним Я даю ему деньги И прежде чем я уехал в эту поездку Я послал ему деньги Он сказал, Джон, не надо Тебе понадобятся деньги в поездке Но я сказал, нет, Бог позаботится о моей поездке Если я позабочусь о своем отце И поэтому я благословляю тебя, Папа Всего лишь один раз в его жизни Он был поддержкой для 37 миссионеров Он по всему миру благословлял деньгами миссионеров А сейчас у него не так много Но он знает, как молиться И вы чувствуете его молитвы Вы чувствуете их Когда вы будете давать сегодня Когда вы будете давать сегодня приношение Он молится за вас Знаете это Он только что закончил за вас молиться Я посмотрел на часы Потому что у нас утро сейчас Он молится за ваше благословение Он молится за ваших пасторов За вашей церкви Он знает, что сейчас у вас трудные времена Я ему говорил об этом, рассказывал Но он верит в Бога Он верит Богу за вас Если кто-то приглашает его в ресторан И оплачивает его обед Допустим, обед стоит 20 долларов И кто-то дает ему этот дар В виде 20 долларов Он обязательно В ближайшее воскресенье Десятину в виде 2 долларов Он отдаст С этих 20 долларов Это верный человек Он верный Когда у моего дедушки был инсульт Он едва мог говорить даже И прямо перед тем, как он ушел к Господу Я был в комнате Мой отец И мой дядя там же были И мой дедушка спросил моего отца Мой чек пришел Он сказал, да Он сказал, а ты десятину с него отложил И отец сказал, да И мой дед заплакал Он поднял свои руки И последний раз вдохнул Вы знаете, моя семья знает Что значит быть верным В пожертвованиях и в десятинах Ты должен научиться этому принципу В твоей жизни И когда ты сегодня будешь готовиться К этому пожертвованию Делай это с ожиданием В твоем сердце Потому что ты любишь Бога И Божье благоволение Здесь сегодня Его благословение Здесь сегодня Пускай корзины вынесут Подготовят их Отец, мы благодарим Тебя За верных людей Мы благодарим Тебя За любовь и за страсть Которая здесь сейчас Я благодарю Тебя За те сердца Которые жаждут Тебя Господь, Ты желаешь Благословить нас Благословить нас в этом году Чтобы показать всем врагам Насколько Ты силен И поэтому я сегодня Благословляю каждого Кто принесет Чтобы благословение Небес Даже когда будет дождь И наводнение В этой области Господь, это будет наводнение Твоих финансов И Твоих источников Господь, Ты наводнишь нас Своим здоровьем Своей безопасностью Во имя Иисуса Аминь Вы можете встать И выходить Благословение Я рассказывала историю О молодом человеке Который говорил Пастор, у меня нет Ничего, чтобы дать Он посмотрел на свои ноги И у него были Такие классные Классные кроссовки И я сказал Ну продай кроссовки Тогда У тебя будет что-то Чтобы дать Богу Знаете, что еще Более важно Что для тебя Больше важно Твои кроссовки Или даяние И знаете Это был хороший урок Для него И несколько лет назад Бог так сильно Его благословил Неважно, сколько Ты сегодня даешь Бог пообещал Что Он умножит Что Он даст тебе Изобилие Кому из вас Нужно любое Исцеление В вашем теле Вы просто Поднимите руку И подержите Какое-то время Иисус Ты оплатил За наше Исцеление Это верующие люди Иисус Во имя Твое Я говорю Исцеление В их сердца Я просто Повелеваю Прямо сейчас Симптомам Боли Уйти Я повелеваю Чтобы сила Твоя Господь Пришла в их тела Господь Дай им почувствовать Силу Духа Твоего Святого Прямо сейчас Сила Которая Движется В их физических телах И прямо сейчас Верой Прими Своё Исцеление Скажи Да Господь Я беру Это Я верю В это И начни проверять Делай что-то Сделай то Чего ты не мог Делать Хорошо Хорошо Проверяйте Продолжайте проверять Если вы проверили И вы увидели Что боли нет Она была Но её сейчас нет Поднимите руку свою Хорошо Хорошо Спасибо Это легко Это просто Спасибо за то Что вы подняли Свои руки Бог верен Положите руку Себе на сердце Этот год Господь Мы посвящаем Свои сердца Тебе И мы верим В нашем сердце Не нашими мыслями Но нашим сердцем Что мы доверяем Тебе Всем нашим сердцем Мы будем воинами Мы будем в безопасности В Тебе И мы увидим Твою победу Это год Когда Ты будешь Расширять наш шатёр И мы увидим Мы будем петь Хвалу Тебе И мы знаем Что наши грехи Прегвождены Ко Кресту И наши сердца Глубоко В наших сердцах Мы знаем это Во имя Иисуса Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры